Дорогие друзья, всем привет, всем доброй ночи. Midnight Loft Online начинает прямой эфир уже по нашей скромной традиции, которая сложилась за последнее время. Очень душевные диалоги у нас получаются. Ой, как здорово, что есть возможность продолжать проект на том уровне, на котором теперь существует наш новый мир. Всем привет, как меня слышно, как меня видно, пишите в комментариях. Мы начнем буквально через очень короткое время, а сейчас такая минутка ностальгии. На самом деле, сегодняшняя участница эфира – это человек, с которым я очень-очень давно знакома. И Вероника приняла участие в Loft Philharmonia в третьей серии. Это был далекий уже 2017 год. Это был такой антисонатный вечер. И на самом деле очень хорошие воспоминания, потому что было тогда пять игроков на сцене. Была исполнена французская музыка, замечательная музыка, очень-очень теплые воспоминания. И, конечно, Вероника Лемешенко – это замечательная орфистка. Ее многие помнят, многие знают. Она очень часто приезжает в Москву. В данный момент он находится в Екатеринбурге, поэтому у нас сегодня такой вот вечерний мост – Москва-Екатеринбург. Но, знаете, вообще мне очень нравится, что наши эфиры, они не просто поддерживают, они не просто держат нас в тонусе всех. Я же говорю, что у нас такой вот действует хэштег Loft Therapy. И сегодня мне пришла в голову забавная мысль, что когда-то, очень давно, я читала книги Дейла Карнеги. У него есть замечательная книга «Как наконец-то перестать беспокоиться и начать жить». Вот мне кажется, что сейчас эта тема более чем актуальна, и нам нужно с вами как-то держаться на позитиве, заниматься не только полезными, профессиональными вещами, но и учиться уделять время себе, как-то находить баланс внутри себя, изучать искусство релаксации и как-то вот ловить этот дзен и погружаться как можно чаще в нирвану. Наслаждаться простыми вещами, что мы сегодня и сделаем в очередной раз. Ну а сейчас, буквально через несколько минут, я думаю, что Вероника к нам уже присоединится, она готова. Вот, я, наверное, сейчас уже отправлю запрос, чтобы не томить вас на медленном огне. Одну секундочку. Да, вот так. Всем привет-привет. Сколько вас, ребят, привет. Надеюсь, вам хорошо видно и слышно, потому что все-таки с трафиком сейчас существуют какие-то проблемы. И, кстати говоря, у нас эфиры погружены теперь в IGTV. Если что, если вдруг потеряли меня и гостей, то учтите, что теперь они появляются не вот в этой вот иконке, а по каким-то необъяснимым причинам они загружаются в мои IGTV. Ну, не знаю, как вам это нововведение. В принципе, если эфиры будут сохраняться не только 24 часа, а чуть больше, ну, то есть, как бы, я думаю, что ничего плохого в этом нет совершенно. Может быть, даже и хорошо, потому что вот голосование, которое проводила вчера, оно посвящено как раз теме того, что, как вы считаете, стоит ли вообще сохранять эти эфиры. Или, может быть, пусть они действительно висят 24 часа, а потом их как-то удалять, потому что, в конце концов, у нас такая, как бы, живая очередь, я бы сказала, проектная. Ну, посмотрим, посмотрим, как будет складываться. Лично я ничего не нахожу в этом дурного. Я даже думаю, что очень было бы неплохо все-таки скачать их на YouTube, потому что на YouTube больше аудитория, чем Instagram. Ну, каждый человек, который вообще, в принципе, знает проект или даже не знает, а находит его по интернету, имеет возможность уже посмотреть наши диалоговые окна, вот эти вот самые, такие вот самоизоляционные. Так, ну, у нас, видимо, какие-то есть небольшие накладки с эфиром, потому что вот я отправляю что-то вот никак. Сейчас, давайте еще разок попробуем. Ну, в конце концов, если вдруг что, то, конечно, я могу выступить сегодня и в сольном формате, но все-таки не хотелось бы. Не хотелось бы, потому что диалог будет очень интересный. Вот, вот сейчас я уже вижу. Вот, смотрите. Вот. Вероника, привет! Техника, привет! Ура! Что-то там у нас не получалось за коннектику, но, слава богу, вот ты здесь. Очень рада тебя видеть. Я видела, я видела, как черное такое зеркало, так сказать. Ну, ты можешь чуть поближе подсесть, наверное, не будет. Если ты меня видишь, то хорошо. Я тебя вижу, я думаю, что все остальные тоже. Дорогие друзья, вы можете писать нам комментарии, писать вопросы. Ну, а я начну с классического вопроса каждого своего онлайна. Как дела твои? Как самоизоляция? Как самоизоляция? Расскажи, как ты там живешь, Дера? Да, это прекрасно. Себе чувствую? Это замечательно. Да. Поэтому я не могу пожаловаться, потому что и в плане работы все нормально. Поэтому я могу только посучаствовать тем людям, у которых проблемы с зарплатой и так далее. А так изоляция просто прелесть. Вероника, ну, я начну, наверное, с главного, душесчипательного вопроса. Так сказать, небольшая такая птичка-синечка-сорока принесла на хвосте информацию, которую многие видели в интернете. Что вот каким-то волшебным образом, ты сейчас расскажешь, каким, ты уже стала такой вот суперзвездой за момент самоизоляции. То есть помимо предыдущих достижений, это мы даже как бы сейчас не обсуждаем, это все понятно. Телевидение, насколько я поняла, да, сняли какой-то вот ролик о том, как ты проводишь время на самоизоляции. Там вот я помню, телефон стоит на штативе, ты за арфой. Ну вот расскажи об этом. Что это за канал и что это вообще такое было? Это от филармонии было действие, от Свердловской филармонии. Вот, причем я потом уже поняла, зачем меня просили поставить камеру, пустить это в эфир. Ну, я не возражала. Оказывается, нужно было снять, это был сюжет о том, как я, сидя на самоизоляции, выхожу в эфир и общаюсь с остальными. В общем-то, играю и так далее. Вот, оказывается, я думала, что нужно просто запечатлеть момент, как меня снимают. Оказывается, наоборот. То есть, получается, таким образом они хотели показать, как музыканты сразу взялись за свои гаджеты, телефоны там и все, что было под рукой. Какие мы, так сказать, прогрессивные люди, да, что нас ничем не напугать. И как бы отмена типа концертов, это как бы ерунда, да, и все такое. То есть на позитиве как-то, да, видимо? Да, причем еще до этого сюжета мы переключились тут же на онлайн-формат, потому что у нас буквально накануне с моей коллегой Машей Позняковой отменился концерт дуэта ARF. И мы решили это дело не совсем отменять, а все-таки запустить в онлайн. Это был такой у нас вот первый опыт. И очень удачно вышло, потому что, когда филармония уже перешла тоже вот именно на онлайн-трансляции, у нас оказалась готовая программа. И мы успели, опять-таки, в филармонии в самый последний день перед тем, как всех отправили сидеть дома, сделать этот эфир. Его в итоге показали тоже на телевидении, так что очень удачно. Мама, Виталия. Нет, ну супер вообще. Слушай, потому что на самом деле многих очень, конечно, этот онлайн напугал. То есть оказалось, что, ну ты правильно сказала, что те люди, которые не находятся там на каких-то зарплатах, да, не относятся к каким-то бюджетным учреждениям культуры, конечно, сейчас, наверное, не самое легкое время. Хотя, вот мне кажется, что, может быть, даже и наоборот в чем-то. Потому что зарплаты сохранили не у всех, а вот, допустим, частные ученики, да, которые вот уже были, ну, многие переходят на вот это вот онлайн-обучение. Вот, Вероника, мне интересно, у тебя же огромный, на самом деле, опыт. Вот, наверное, то, с чего я всегда начинаю тоже и говорю, что вот музыканты какие молодцы, которые не только эгоистично, так сказать, ну, преследуют какие-то свои интересы в продвижении, что, безусловно, очень важно для каждого из нас, но еще воспитывают целую, так сказать, плеяду лауреатов, учеников, у тебя же очень-очень такая насыщенная именно педагогическая деятельность. Вот, как сейчас твои ребята, вы как-то, ну, занимаетесь онлайн или вот, ну, расскажи подробнее. Мы, естественно, занимаемся онлайн, это как бы и официально, как занятия идут, то есть образовательный процесс происходит. Хотя у нас до этого тоже был уже опыт занятий, по видео это не в новинку, потому что довольно часто на гастролях либо с оркестром, либо по каким-то своим, и мы созваниваемся, вот, либо они мне присылают записи, я слушаю, либо в режиме онлайн. Конечно, это не со сменов, но какое-то время продержаться можно. И вот ты говорила про то, что вот те, кто не в штате работают, переходят на частные уроки, это как бы выход, да, с одной стороны. С другой стороны, если у родителей, которые хотят взять эти частные уроки, тоже не сохраняются зарплаты, то такой немножко замкнутый круг получается. Ну да, время, конечно, странное, мы еще, честно говоря, даже не поняли, как правильно вообще себя вести, как правильно жить. Наверное, единого рецепта нет, но самое главное, ну, мне кажется, мне бы хотелось аудитории пожелать не падать духом, да, и как-то пытаться найти ответы, решения. Вот ты знаешь, Вероника, вот я все-таки обратила внимание насчет контента, хотела сказать, что как здорово, что ты уделяешь внимание, вот я постоянно вижу какие-то, ну, записи, то есть и занятия с учениками, и вот на твоей там фейсбучной странице появляются записи там других, ну, арфистов, да, видимо, которые тебе, ну, нравятся, да, то есть все время идет вот какая-то такая вот, ну, текучка, то есть все время как-то ты в струе. Вот скажи, пожалуйста, у тебя всегда было такое вот, ну, отношение, ну, внимательно, так сказать, к этой медийной стороне жизни артиста, или это вот что-то нечто такое приобретенное вот за последнее как раз это время? Внимание было всегда, а научиться это как-то контролировать, я надеюсь, приходит, потому что сначала ты выкладываешь вообще все подряд, но это все равно нужно как-то фильтровать, какую-то иметь систему, я надеюсь, что постепенно эта система складывается, по поводу вот того, что на фейсбуке странички там, ну, есть моя страничка, есть еще страничка фестиваля, конкурсов, которые я делаю в нашем любимом Харькове, и вот у меня как бы много событий у всех отменилось, у меня в том числе и несколько конкурсов, и фестивалей, вот это детище, которое делаем, я и моя молодая команда, практически семейный такой у нас организационный комитет, это мои родители, мой брат и мой первый педагог, который, ой, как здорово, который, в принципе, конечно, тоже как семья, вот, и было куча планов, уже сделано этот фестиваль, там задумалась это как синтез мистет, синтез искусства, там светомузыка у нас была и со словами, в общем, очень было много классных задумок, и все это полетело, причем буквально там еще в феврале мне казалось нереальным это, что это отменится, я буду пробиваться там вообще как угодно, но я буду, то мы это сделаем, а вот постепенно, как, не знаю, очень быстро все менялось, и я уже приняла с какой-то даже легкой флегматичностью эти все отмены, думаю, ладно. Слушай, ну, на самом деле, так здорово, это же семейный бизнес, во-первых, да, во-вторых, получается, мы с тобой, я хотела сказать, что получается, мы с тобой коллеги уже по двум фронтам, то есть не только как коллеги-музыканты, но и коллеги, как бы, продюсеры, так получается? Конечно. Хасунжи закладывает. Брависсимо, брависсимо. Получается, фестиваль этот в Харькове, да, то есть он планируется? Да, фестиваль и конкурс. Сначала был формат год фестиваль, год конкурс, последующий будет год конкурс, два года фестиваль, чтобы конкурс получался не раз в два года, а раз в три года, чтобы больше обновлялся контент. Участники, если делать раз в два года, это все равно получается, по большому счету, одни и те же люди, ну, если иметь в виду не приезжих, да, а украинцев именно в тех же категориях, это не так интересно. А через три года это уже очень многое меняется, многое вот там успевается. Так вот. То есть конкурс, получается, как бы он не международный, или международный, могу понять? Я имею в виду, что половина участников, как бы местный, изначально этот проект задумывался, сначала это был только фестиваль, и идея была привозить в Харьков классных арфистов, там, из Европы, из Америки, потому что, ну, далеко не всех, да, если возможно куда-то поехать, а тут вот, пожалуйста, приходите, занимайтесь. Здесь вот идея изначально была эта, она переросла, конечно, в очень масштабный проект, которым я страшно держусь. И сейчас это и конкурс, и международный конкурс, и вот там мы прошли в стандарты необходимые, в общем, все серьезно. И с тем, что... Такая умница. Я тебя поздравляю, во-первых, с этим, во-вторых, я очень хорошо понимаю твою гордость, это же детище, я, наверное, как никто тебя могу понять в этом, это просто супер, это большая молодежь. Ну, с арфами главный вопрос, когда ты делаешь арфовый конкурс, это где взять эти инструменты, потому что... А, кстати, где их взять? И вот второй вопрос, а на территории, где это происходит вообще в Харькове? В Десятилетке в нашей и в филармонии. Супер. Две точки у нас, два. Спасибо Алтухову, спасибо Янкоу. У нас шикарные помещения, еще и оркестр. То есть у нас второй тур конкурса, когда мы делаем его с оркестром, что, в принципе, не так часто бывает. Тоже такая завлекалочка. Слушай, а вот такой вот вопрос, ты мне скажешь, как продюсер продюсеру. То есть, получается, инициатива, понятное дело, твоя, понятное дело, что там поддерживают, ну, как бы, на местности, я уже поняла, такая семья и кто, кто еще. Но вот с точки зрения, как бы, финансирования, то украинская сторона финансирует или, как бы, нашла здесь? Конкурсу нам, главный спонсор наш, это орфовая фирма Камак сейчас, французская. То есть они, у нас инструменты были, причем инструменты мы собрали, можно сказать, своими силами. Но я надеюсь, что нам сложно, сложности с таможней, с провоза инструментов. То есть я надеюсь, что к следующему конкурсу мы это разрешим, уже есть кое-какие найденные, кое-какие законы, еще что-то можно сделать. Не ресурсы, а вопрос просто, как это все провести, не платя там 25-процентный налог за сто восемь инструментов, которые ты потом вывезешь обратно. Обалдеть. Да, нереально. Но с Журениным помогают, конечно, очень. Вообще, это классная очень команда, и арфы, у меня такая арфа. В общем, очень удачно все сложилось. Чему я тоже невероятно счастлива. А фестиваль мы делаем своими силами. Поэтому то, что отменился, конечно, расстроило по многим причинам. И в плане того, что очень много было сделано, это все порушилось буквально там уже за две недели до того, как. Естественно, было вложено немало. Но мы нашли выход. Причем тоже это задумывалось, как небольшой онлайн-концерт участников, которые уже подали заявки. А в том я подумала, собственно, почему не взять Шири, потому что онлайн может сыграть человек вообще откуда угодно. И появилась идея такого арфового марафона, который поддержали. Ну, это все начиналось, так, знаешь, я открыла Фейсбук и написала всем арфистам, кого знала, кто хочет поддержать идею, что вот сделать в определенный день. Сначала как бы собрать какой-то костяк, который сделает рекламу этого всего действия. И через неделю после рекламы уже сам марафон. И отликнулось какое-то невероятное количество народу. И очень знаменитые арфисты в том числе. Прям лучшие из лучших. И, конечно, благодаря тому, что там такие арфисты, как Изабель Моретти, Анаис Бодемар поддержали проект, это привлекло еще больше народу. И в итоге у нас было 9 часов непрерывной арфовой музыки. Вот так, как сейчас мы с тобой, так же сидела я с Машей. И к нам подключались арфисты и со всей Европы, и с Пуэрто-Рико, и с Чили, и с Сан-Франциско, и с Канады. Это было вообще что-то с чем-то. Невероятно. Я, с другой стороны, очень довольна, потому что, несмотря на то, что фестиваль отменился, мы сделали вот такой классный проект, который оказался гораздо масштабнее. И это был еще наш способ поблагодарить и медпрофессионал, и всех врачей. То есть, как бы мы дарили свою музыку. Мы выложили... Такой проект как бы получился даже социальный, да? То есть, социально направленный. Да, три хэштега. Основные арфовый марафон, харп-марафон, Glowing Harp Online, Glowing Harp – это арфовый бар, название нашего фестиваля-конкурса, и Vista Home. То есть, по всему миру арфисты сидели дома и играли на арфе. Вот такой был очень классный проект. Я крайне благодарна всем, кто отменился. У нас было 134 участника. Невероятно. Вероника, слушай, это просто... Ты знаешь, вот сейчас я просто должна немножко прерваться и сказать, так, пианисты вообще вы куда смотрите? Хватит там сидеть черной депрессухи. Посмотрите, что творят арфисты. Слушай, ну вот удивительно, насколько командный дух развит, потому что ведь... Ну, давай честно, арфист – это такой как бы штучный товар вообще, да? То есть, как бы на вес золота просто. Ну, да, сначала там человек 30, наверное, ну, может больше, но, конечно, больше половины участников я видела впервые. И это было совершенно потрясающе, что люди... И все были подготовлены. То есть, не так, что... Ну, ладно. Нет, то есть, все там, в зависимости от своего уровня, играли очень хорошо. Слушай, ну, это такой вот действительно командный дух, но я думаю, что, во-первых, это обусловлено тем, что, смотри, разгар сезона, ну, естественно, как бы все сидели там, занимались в преддверии, да, концертов, потому что, понимаешь, март, апрель, май, ну, это такие самые, знаешь, вот, ну, прям топовые месяцы, когда всегда мы тут во всеоружии, ну, как бы это ясно. Да, жалко, что, конечно, концерты все провалились, но как здорово. Вот, знаешь, я теперь понимаю, откуда твой оптимизм, откуда твой позитив, но, естественно, такая акция, она не может, в принципе, никого оставить равнодушным, она очень воодушевляет. Вот, знаешь, я не принимала в этом участие, но вот когда ты так увлеченно рассказывала, у меня даже появилось ощущение, что я как будто бы тоже к этому причастна. Меня отросло страшно с самого утра, мы начали, вот, как бы мы еще считали по часовым поясам, это, конечно, была отдельная тема, в этот United Coordination Time, нужно было объяснить всем и каждому, а сколько это времени у меня, был главный вопрос. То есть, получается, ты занималась организацией, а кто еще, кто помогал? Все та же команда, и плюс, опять-таки, ну, во-первых, очень помогли вот те архисты, которые у нас на ролике, на агитационном, так сказать, ролике, это и Япония, и Мальта, и Франция, и Украина, и Россия, и Белоруссия, и Великобритания. Вот такой у нас короткий был ролик, на минуту, буквально, где вот мы нарезали, как бы я отправила всем одинаковый текст, и потом мы его нарезали. Это делал мой брат, Максимка, который, собственно, профессионально этим занимается, он оператор, фото-видеосъемка, папа делал сайт, обновлял, и делал его до этого тоже. Классный баннер нам очень сделали, вот как раз французская фирма Камак, и поддерживали они у себя, рекламировали этот проект, и такой у нас есть арфовый журнал, тире онлайн-блог, Harp Column, там-то тоже осветилось событие. Ну, естественно, Лариса Валентиновна всех девочек Харькова согнала, это, конечно, да, такие энтузиасты, так, я обращаюсь к своей семье, ребят, вы куда вообще смотрите, пора догонять, нет, потому что, знаешь, действительно, я очень хорошо помню твоих родителей, помню твоего брата, то есть как бы, ну, мы давно, естественно, не виделись, да, но у тебя, конечно, такая очень драйвовая команда, драйвовая семья, поэтому вообще большой респект, потому что такой, конечно, замутить проект в сети, к тому же, да, то есть с этими поясами, со всеми делами, а что ты играла? А вот что в итоге как бы ты выставила сама от себя? Я первая играла свой, так сказать, хит вечный, вальс, агюста дюрана, кстати, фортепианный вальс, мейбольмажорный, довольно часто играю, а закрыла, это я делала спустя девять с половиной часов, каденции из Лебединого озера, соседи, наверное, были счастливы, но не сказали ничего, было полтретьего, третьего ночи. Обалдеть, нет, но эти, как это, райские звуки, архи, наверное, ты еще поставила, я так догадываюсь, бутылочку шампанского, с макальчиком уже, бутылочка шампанского была, причем Алиса мне подарили очень классное шампанское еще на Новый год, и оно ждало, оно чего-то ждало, и это был этот день. Круто. Вот это история, слушай, ну, есть к чему стремиться, ты понимаешь, потому что я вот, чем я занимаюсь в онлайнах, поднимаю как бы общий градус, ну, и как бы задаюсь вопросом, а чем вообще народ как бы занимается в онлайне, ну, понимаешь, тут даже можно было не задавать вопрос, тут у тебя такая идеальная история. Асилу, Асилу, привет, программа повторялась, было вот, у нас два произведения, была Арпсодия Гранжани три раза, но мы ее раскидали, там был как бы каждый час сет, потому что Инстаграм прерывает раз в час эфир, и была у нас Жаворон несколько раз из концепта Глиера, вот у нас была тройка лидеров, но они шли в разных все часах, а так, я считаю, что это минимальные повторы программы, конечно, все играли раз. Ну, а по фидбэку, как бы, какое было количество просмотров, то есть ты же мониторила ситуацию? Ну, около сотни каждый час, плюс все это у себя потом репостили, то есть я наблюдала это, и вот то, что сейчас на фейсбуке, на Глойн Харп страничке, это отдельно еще все прислали, то, что большинство себя еще и записало со стороны, молодцы, то есть была еще хорошая картинка этого происходящего, записанная уже как бы со стороны того человека, и вот эти все видео мы еще выложили отдельно. Классно. Слушай, а где это? Какой-то отдельный канал у вас или что это такое? Ну, это в фейсбуке страничка Глойн Харп, и там это все. Ну, в ютуб мы выложим сам марафон. Вероника, а вот вообще вот подключилась как бы ко всем вот этим сейчас модным, как бы, ну, как модным, просто нововведениям, которыми сейчас все занимаются, ну, типа там на фейсбуке есть вот акция подпишитесь на ютуб друг друга, там раскрутите свои каналы? Ну, ютуб я видела, это как-то не сильно меня тронуло. Ну, почему? Там же типа как бы смысл, что там дойдешь до тысячи подписчиков, до четырех тысяч просмотров, будет тебе монетизация, нет? Ну, может быть, я думаю, время еще будет. Это тоже что-то не подключилась. Я бы не помечу дальше вот эту вот мини-секту, потому что я на самом деле этим занялась, и ты знаешь, как бы, ну, для проектной истории наверное неплохо, я не знаю, вылится это во что-то или нет, но в принципе, знаешь, что мне понравилось? Мне понравилось, что наконец-то опять же, музыканты действуют сообща. Такое пропускать не было, ведь бывает. Поэтому я вернусь еще, да. Сейчас вот это все любят сидеть по разной стороне экрана, что-то играть, вот это мы тоже делаем. А вы в зуме, да, это делаете? Нет, кстати, в зуме не пошло, потому что там секундная задержка, и отдельно просто записываем. Ну, я сейчас... А капелля, да, наверное, сводится? А я вот только мне говорят, что играть, какой наряд одеть, я, значит, сижу, перебираю и отправляюсь делать дальше не ко мне. Понятно. Но открой мне тайну, потому что у тебя такая какая-то просто интригующая фотография последняя в Инстаграме, там, где ты в платье, возлежишь, что такое делание дома. Это что такое вообще? Это будет очень классный проект, причем идея его появилась у меня раньше, у меня вот есть такой уже третий год, стали подряд на День всех влюбленных, как я играю какие-то романтичные программы в музее неподалеку. Была и сольная программа, была и с певицей, и с саксофоном, и в этот раз была программа с кельтской акфы, то есть вот типа средневековой, хотя она, конечно, новая. Я назвала все это «Действие путешествиями не стреля». То есть была такая романтичная история, которая обрамлялась музыкой, подходящей по сюжету. И сейчас это переросло в то, что это будет сразу три ответвления. Первое самое мы делаем вот как раз для арховых баров с Ирой Жданько. Ты, наверное, помнишь Иру? Может быть, нет? Я помню. То есть она будет рассказывать эту историю, а я буду это озвучивать, и это также будет склеено. То есть мы по одиннадцати все записали, это будет на украинском языке, потом мы будем делать примерно то же самое с моей коллегой Машей. Здесь больше как образовательная программа это будет, и там мы добавим еще дуэтов, две арфы. И третий это будет на английском, это я уже сама буду рассказывать и сама же играть. Вот такая будет для взрослых, для детей, очень, мне кажется, мило, и там я меняла образ. В том числе было это платье, то есть там у нас есть Франция, есть путешествия в Африку, Мавританский сад, есть ваниль такая экзотическая, есть фламенко, в общем, всего вот так вот насобрано из разных стилей, небольшие сочинения там от одной до четырех минут максимум, чтобы никому не надоедало, перемежаешься вот такими короткими справками, рассказами. Слушай, ну я вообще на самом деле очень поддерживаю вот эти вот все сплавы, это здорово, то есть слово, там музыка, и, кстати, отдельно хочу тоже своим воспоминанием поделиться с аудиторией, но ты-то в курсе, как бы, естественно, еще вот с тех времен, когда это была Харьковская десятилетка, помню твои вот эти вот роскошные платья, то есть как бы там какой-то там суперконцерт, Вероника всегда в новом образе, у нее всегда как-то там невероятно нет, ну, кстати, вот это вот платье, которое в Инстаграме, так это получается, подожди, но это какая страна, это Франция? Это будет, как бы Министрель там погулял-погулял по разным странам, вернулся во Францию, понял, что уже сделали и педальную арфу, и влияние чешской школы, это как бы будет исполняться Ян-Ладислав Дюсек, это как бы уже такой легкий рубеж классицизма и романтизма, такая салонная музыка вот этот период, Мария Антуанеппи, Екатерина Великой, и вот туда-то пошло это платье. Ну, роскошно, оно просто такого еще интересного цвета, такого-то, керстикового-терракотового какое-то, да, там роскошное, ребята. Я не посмотрела его на Мальте, я его смотрю, то есть... Так, все подписываются на Веронику Лемешенко и ставят ей лайк и комментарий под этой фотографией, давайте, чтобы все потом отчитались, потому что это действительно очень красивое, то есть ты еще в такой какой-то позиции, знаешь, арфы там правда нет, но это неважно, Вероника там... Слушай, Вероника, ну а вот если сейчас немножко отклониться от курса как бы профессионального, тут у тебя все прям конфетка. Как обычная жизнь, успеваешь ли ты вообще с этими, со всеми проектами на самоизоляции даже, вот, ну как-то, не знаю, ну книжки почитать, ну там что-то посмотреть, может быть вкусное что-то приготовить. У нас тут все поголовно делились какими-то секретными рецепциями, потому что, во-первых, все боятся поправиться, ну это понятно, и поэтому у нас тут ЗОЖ, фитнес, как у тебя с этим? Ну с рецептами не очень готовлю я так себе, подожди, у меня секунду, я отойду, я покажу принцип. На самом деле, ребят, заценили, да, какая вообще сумасшедшая футболка у Вероники, фрэнс, это вообще человек, я себя не вижу. I play the harp, подожди, better, better than cook. Классно. Так сказать, это моих кулинарных талантов. Поэтому... Это была такая футболка, только-только с другим инструментом, хотя, в принципе, на арфе, она должна написать, я не на арфе не играю, не готовлю, то есть полный бекар. А так, ну, фильмы смотрю, причем иногда кинуть умный, иногда кинуть ерунду, по-разному. Слушай, ну, а вот вообще какие-то хобби, которые, ну, можно реализовать, допустим, там, не особо выходя, так сказать, за дверь своего дома, своей квартиры, что у тебя? Слушай, у меня чудесное сочетание того, что мои увлечения являются моей профессией, собственно. Это круто. Да. не особо, ну, читаю, да, бывает такое. А, еще мы сейчас, опять-таки, это связано с арфой, наконец-то делаем, уже мастеринг, это называется, диска, который скоро выйдет, то есть он уже записан, но сейчас это все дело сводится, склеивается и так далее. А на каком лейбле ты выпускаешь, и есть ли у вас подключение сразу, там, соответственно, к iTunes, там, Google Play, и так далее, Ну, это я буду делать, надо разобраться, как, но как-то это можно, я думаю. А что такое ты записала? Ой, я записала интересный диск, как мне кажется, современной музыки, но красивой современной музыки, не пугающей, так сказать. А тут уже половина онлайна сразу вышла, так продолжается. то есть там, конечно, не попса, не примитив, но и не битье по инструменту, то есть действительно интересная музыка со своей мелодикой, со своими гармониями, но вот именно то, что мне нравится. Там и соль. А лейбл я пропустила, это мелодия, ты сказала? Да нет, лейбл у нас тоже self-production. А, ничего себе, слушай, я что-то очень много пропустила, потому что сколько лет мы с тобой не виделись. Как это, у вас уже свой лейбл там есть? что-то я прям переживать стала. Рассказывай. Также припишем Glowin Harp и нормально. Круто. Слушай, просто сейчас вот как бы, Вероника, ну вот ты хотя бы меня точно, наверное, не расстроишь. Ты знаешь, кто такая Билли Айлиш? Да. Певица. Я даже знаю, что... Слава богу. Сразу чувствуется, что мы с тобой, как это, земляки. Я тебе скажу больше, у меня ученицы слушают, и они были в полнейшем шоке, когда я говорю, ну, Билли Айлиш, давай показывай. Вы знаете, кто это, Вероника Юрьевна? Я говорю, вот сейчас обидно. Ой, это молодежь, не говори просто, как они себя ведут, ужас. Короче, я просто, почему я вспомнила, потому что, ну, ты, наверное, знаешь даже лучше меня, что девчонка-то записывает свои диски, сидя дома. Да, дома с братом. Это трогает очень истории. Я смотрела... Меня тоже она тронула, особенно в контексте, как бы, самоизоляции. Я тут пытаюсь пропагандировать музыканты, что в принципе... Что-то что? Я была готова сразу. Ну да, я просто к тому, что получается, можно на более или менее приличном уровне каким-то образом это реализовать, не выходя из своего дома. Александр получил Грэмми, более-менее. Ну, я молчу, что да, да, я знаю. Но просто, как бывает, у нас же все переживают, что вот онлайн-концерты не дашь. Здесь стоит какое-то у нас бревно вместо рояля. Ну, понимаешь, вот масса... Да, это звук с телефона, такой ужас. Не, ну, бревно вместо рояля, да, я согласна, это нехорошо. Но мне повезло в том плане, что у меня приличный инструмент. Она не новая арфа, но она хорошая. Это французская арфа. Поэтому... И плюс у меня тут очень сборище всяких маленьких родственников. Слушай, а сколько вообще вот у тебя арф было за всю твою вот эту вот карьеру вот на сегодняшний день? В смысле, на которых я играла? Ну, твоих, да, то есть я просто не знаю, там, видимо, сейчас в аренду или я не знаю, как это все происходит у вас. Ой, ну, у нас, да, это всегда интересно. В школе сначала, с четвертого класса дали просто школьную арфу, еще советскую, фабрики Луночарского, мебельной, неубиваемой из этого арфы. А потом в десятом или в одиннадцатом классе, кажется, родители мне подарили. Вообще было какое-то невероятно такая арфа вся была в бантиках, тоже советская арфа, но она уже как бы моя была, и она до сих пор у меня стоит дома. Вот, потом начались студенческие годы, первое, что я купила себе с какого-то конкурса, такая была маленькая арфа, ну, такая, метр высотой, переносной вариант. Вот, и сейчас у меня, наконец-то, по-моему, позапрошлом году, я все еще за нее расплачиваюсь, но она уже у меня есть, и вот у меня большая концертная арфа, Атлантида, французская, конечно, ясно. А вот, Вероника, мне всю жизнь, честно говоря, интересно, и так стыдно, и сейчас, наверное, будет межгалактический позор, вот когда арфист едет на гастроли, как бы, ну, он же с собой арфу не везет, или везет? По-разному. У нас, конечно, это не принято, и что в школе, пока мы учились, мы за собой возили, ну, во-первых, потому что не везде она есть, да, то есть делают кодкурсы, арфы, своей не быть, либо она очень плохая, либо она всего одна, она стоит на сцене, на чем разыгрываться, никто не подумал. Ну, такое, на гастроли, когда мы с оркестром ездим, мы тоже арендуем обычно в Европе, когда, ну, либо в Японии тоже арендуем, хотя вот сейчас к нам приезжал Леонский оркестр, и это было что-то потрясающее, они привезли с собой все, арфу, контрабасы, литавры, все костюмы, причем все это было в чехлах, они даже не брали в ручные укладки, скрипки, ничего, все было сложно, и отдельными фурами привезлось. В принципе, в Европе не принято, брать в аренду арфы, я узнавала, спрашиваю, они все возят свои. Знаешь, это вот, кстати, вот история, почему я поинтересовалась, я просто помню, как мы в ЛОВ тогда заносили арфу, значит, один раз для тебя это было, потом второй раз у нас был опыт, да, значит, по лестнице для Оксаны, да, ну, просто чувства незабываемые, потому что, во-первых, ну, те люди, которые помогают ее нести, они просто боятся к ней прикасаться, потому что они говорят, нет, мы не можем, мы боимся, мы не будем. Вот прекрасная программа с Министрелем, маленькая арфа и вперед. Я поняла твой намек, я уже взяла на карандаш. Просто, понимаешь, Вероника, теперь-то проблемы наши усугубились тем, что мы вообще теперь ничего не понимаем, когда нас расхлопнут, извините, из этого состояния. Ты знаешь, я со своей стороны вот приняла решение, что как только позволят хотя бы играть на площадке вот онлайн-концерта, да, то есть, ну, на пустой зал с операторами, знаешь, я думаю, что мы пойдем хотя бы на это, то есть, потому что невозможно, ждать, невозможно, потому что у меня тоже, как и у всех, сезон же провалился, получается, вот с марта, я даже не знаю, успеем мы что-то доиграть, не успеем. Очень хорошие были программы, и были большие, конечно, надежды и планы, но будем надеяться на лучшее. Короче, к чему я вспомнила эту историю, про то, как тащили два раза арфы разные? К тому, что активизировались очень клавесинисты, которые очень запереживали, что почему же клавесина не было? И они предложили потащить туда клавесин, на что я сказала, что я еще не заработала на клавесине. Вот, в общем, да, люди просто, каждый отслеживает то, что ему интересно. Впереди. Маленькие органчики, там, в несколько ступок. Да, маленький органчик, это вот, будешь смеяться, команда в ЗИЛе, ну, то есть, это техники, это люди, которые, ну, вот, абсолютно не музыканты, но очень такие, как бы, серьезные меломаны, то есть, интересуются абсолютно всеми жанрами, и часто такие имена, мне называют, что просто даже, даже, даже волосы дыбом становятся, ну, в общем, короче, эти как раз люди, это команда. Как-то несколько раз, вот, просто чисто конкретно они меня так вылавливали и говорили, Алис, ну, вот этот вот органист, вот он просто вот должен быть, и вот посмотри, какой портативный орган, и я думаю, батюшка, думаю, нам бы тут хотя бы с роялем как-то разобраться, ну, потому что там же в ЗИЛе вообще ничего не было, поэтому, ну, в общем, да, это забавная история. Вероника, а вот, скажи мне, пожалуйста, как вообще ученики, вот, которые сейчас, наверное, совсем маленькие, вот у тебя какой возраст детей? У меня сейчас от 9 до 12, Ну, вот 9-летки, ну, в принципе, 12-летки, это тоже, например, плюс-минус, а потом такие недоподростки, все-таки дети. Как они отреагировали на положение вещей? Ты говоришь, что вы занимались в принципе, ну, как бы бывали у вас эти вот обмены записями, но для них это болезненно как бы? Ну, когда я с ними созваниваюсь, они нормальные абсолютно. Родители, родители говорят, что, конечно, тяжело сидеть им, ну, там столько уроков, задаю и с другой стороны, что, дай бог успеть. Слушай, а это, получается, это же 10-летка или это просто школа? Это 10-летка, причем она открыта в один год, с харьковской 10-леткой, это сёстры. Вот как, ничего себе, какая у тебя концепция. Слушай, а вот дети, дети сидят же занимаются в онлайне, получается, по всем дисциплинам, то есть там и музей, литература, и вот это вот, да? Я иногда присылаю, в описании говорит, у нас в интернете урок. Ну ладно. Слушай, невероятно. на самом деле, ты знаешь, почему-то у меня такое ощущение, что может быть, ну, может, я, конечно, заблуждаюсь, вот как ты думаешь, вообще, когда начнется опять спокойное, реальное, будем надеяться, время, многое, наверное, оставят же в онлайне, скорее всего, такие вот теоретические дисциплины, я имею в виду. Это же очень сильно экономит время, ехать никуда не надо, вроде как та же самая информация. Вот, я просто общалась с преподавателями теоретических дисциплин, которые сейчас работают в онлайне, я думаю, они будут очень против, очень, максимально. Черт, не получилось, свернулись на позитив, как это по стороне теоретиков, ну ладно, ладно. Нет, теоретики, конечно, такие люди, они, во-первых, все, наверное, у вас возраста. И гражданин Коя Катя Жигалова, они преподают теоретические дисциплины, и, конечно, это страшный загруз, у нас там, 200 человек подготовить программу, потом это все проверить, а тому неудобно в Вайбере, а того не ловят, а тот уехал в беременность, это просто... Вот кошмар, да, ну, на самом деле, конечно, если у тебя хотя бы есть интернет, ты уже богач просто по нынешним меркам. Ну, в нашем случае, у тебя еще арха есть дома, потому что у девочек у них не было дома инструменты, это была бы, конечно, все катастрофа. Слушай, Вероника, а вот и тема, допустим, каких-то минусов, которые записывают или не записывают для тебя пианисты, с которыми ты играешь? Нам не актуально особо. Нам это не нужно, хотя есть у меня и подруга, которая записывает эти все минусы, это тоже что-то страшное. Ну, я вот как раз только вчера общалась на эту тему вот с девушкой. Да, я смотрела, кстати, рассказывала. Да, да, потому что, как бы мы смеялись с одной стороны, знаешь, каждые шутки были о шутке, потому что, ну, чем сейчас только они занимаются, потому что вот я смотрю лайфхаки, да, вот эти приспособления, которые люди выдумывают, ну, вот у всех абсолютно свой набор. Я не перестаю удивляться, насколько фантазия человеческая, в общем-то, обездонная вещь. это да. Понятно, понятно. А вот по поводу распорядка дня, тоже такой, как бы, каверзный вопросик. Как вот такая вот релакс-атмосфера повлияла или не повлияла на твой распорядок? Ну, вот есть такой контролер распорядка дня, не знаю, видно ли я? Видно, да, это кто хочет? Это собака, поня? Поня. Понятно. То есть вы гуляете, да? Мы гуляем. Конечно, мы сейчас пойдем позже и ложимся позже. Так, я нормально поставила? Да, нормально, Ваня. Я просто не вижу все еще. Вот так. Ну, получается, ты выходишь, как бы... Ну, он существует примерно такой же, просто все на пару часов позже. Ну, ясно. То есть получается, у тебя как бы, ну, немножко лучше ситуация, потому что ты можешь выйти не только за продуктами и выбросить мусор, но и как бы погулять с собакой. Третья опция. Вот у меня собаки нет, Вероника, поэтому я вот под видом, не знаю, кого, я очень часто мусор зато выношу в последнее время. В наряде дерева, да? Ну, практически, наряд куста, да? Нет, вообще, конечно, это забавная тема. Надеюсь, скоро все-таки хотя бы вот эту вот часть, ну, как-то упростят, потому что, не знаю, вот как ты, но для меня, вот единственная, наверное, самая такая большая потеря, это то, что свежего воздуха, потому что кислорода не хватает, и я очень люблю пешие прогулки. Ну, знаешь, как-то так голову проветрить, там, подумать о чем-то. Вот этого не хватает. А так, в принципе... Да, с другой стороны, сейчас такая погода интересная, все интересное. Вчера был снег, завтра плюс 17. А, то есть вот так вот у вас... Нет, у нас все-таки не такой разброс, но, да, близко все равно, плюс 3. немало говорили, в Харькове недавно было что-то в районе нуля тоже, а потом опять тепло, в общем, какие-то скачки, то есть в какой-то момент тебе хочется на улице, в какой-то не очень. Но так вообще согласна, особенно когда там люди, которые сидят на даче, на берегу какой-нибудь воды начинают выкладывать, как они проходят самоизоляции, ты думаешь... Перестаньте. Ну да, да, конечно, это выглядит как издевка полнейшая. Вероника, а вот еще такой интересный вопрос. Знаешь, сейчас многие люди ударились, ну вообще, в творчество, ну простые, у которых, я имею в виду, нет музыкальных каких-то инструментов. О, ну это всегда, всегда усладок. Да, ну конечно же, я не могу тебя не спросить про этот знаменитый хэштег изоизоляция, мы тут уже смеемся, не первый день, но ты не хочешь принять участие в челлендже, мне кажется, что у тебя весьма такой аистократический облик. Что там делают, расскажи мне. Ну, там, ну как бы, ты выбираешь картину какую-то. А, с картиной? Да, ты похож, как бы, ты там все, ну в общем, гримируешься, там, не знаю, надеваешь одежду, все делаешь как на картине. Да, прототипы висит, в принципе, надо задуматься, с какого образа начать, с пучеглазки или со второй пучеглазки. Не знаю, ну как бы, берутся известные полотна, и, кстати, если очень похоже, то всякие там New York Times это все публикуют, потому что недавно, это, кстати, реальная история. Да, Динара, что-то очень прикольное, мне понравилось. Кстати, у Динары не видела, вот у ассистента моего профессора, который сейчас живет в США, значит, у него супруга, ну жена, просто вот по приколу, понимаешь, вот совершенно случайность, значит, они нашли какую-то там картину, я сейчас не вспомню, Кандинского самое смешное, то есть вообще полная абстракция, и они зашли в комнату у своего сына, где постоянно, значит, ну кавардак, там носки разных цветов, и они, значит, из этого всего хозяйства там сложили эту картину, и, короче, им написали журналисты, что, боже, да это гениально, то есть они настолько попали в тренд, что вот смех смехом так можно прославиться, представляешь, вообще. Я тоже, в этом думала, ну надо выбрать, надо подумать хорошо. Для меня это было полное потрясение. Не зашло. Да, но это еще не все, люди, люди очень так, фантазия сейчас хорошо работает, многие, ну, начали там, не знаю, всякие вот эти вот раскраски антистрессовые, раскрашивать, потом... Написали хорошие раскраски, но не буду озвучивать. А, это 18 плюс, или что? Антистресс, рассказывай. Ой-ой-ой, я поделила оффлайна потом, покажи, там, а то я буду мучиться, я же теперь не засну, я такого никогда не видела. Там цветочки, лепесточки, там собачки, такое видео для детей. А вот для взрослых, я же... Знаешь, вот меня тоже спрашивали, Алиса, ты хоть раз когда-нибудь пробовал, так хорошо помогает, расслабляет? Я говорю, да нет, ну, мне это не интересно, ну, что там, господи, я лучше пойду пазл пособираю, у меня там свой антистресс. Но если взрослая, мне хотя бы одним глазком взглянуть. Мне брат подарил пазл, там, небо и море, такой. Давай. Удачи. Слушай, а как-то, говоря, семья коротает время, то есть... Все в той же школе нашей. Так, подожди, маме повезло, на самом деле, ей завидует вся семья, потому что она выходит. Да, ну вот, я всех припрягла на датфовый марафон, и сейчас, собственно говоря, идет вторая волна с этими министрелями, так что, скоро никому не будет спучно. Понятно, понятно. Ну, а еще, вот, допустим, я не знаю, кстати, о тебе этой информации. Ты когда-нибудь писала, там, стихи, что-нибудь, такое. Стихи совсем плохо, но такие, наши стихи, вот без рифмы, белый стих, это да, это я могу. Или вот эти знаменитые японские, когда три строчки как бы в одном, а потом одно слово в конце. Это вот, да, это тоже мне очень нравится. Я помню, я в детстве писала какую-то сказку, я до сих пор фанат русалочки, все вообще, что связано под водой, видимо, поэтому мне так понравился аквамэ, хотя вообще я не фанат этой вселенной, но это я смотрела с укрытым ртом. Вот, я сочняла сказку про русалочки, я помню, были русалки и русалины. Где-то они лежат. Понятно. Слушай, Вероника, а вот, а если, а если бы, вот, допустим, я тебе предложила аудиторию, ну, вот какой-то, не знаю, дать совет, рекомендацию, успеха твоего позитива, там, да, вот спокойствия какого-то, да, ну, они простые, нормальные люди, да, смотрят фильмы, сериалы, кстати, вот тема сериалов еще даже не поднималась, что бы ты им посоветовала вот от себя, чисто из самого такого любимого посмотреть? Нет, ну, любимое, оно вот, конечно, друзья, друзья, потом, из развлекательных, «Теория большого взрыва», прикольный сериал, из серьезных, «Носящий детектив», супер, «Черное зеркало», очень нравится, «Черное зеркало» называют тут часто, да, да, «Доктор Хаус», ну, такой-то. А «Мир Зикого Запада» ты смотрела? Да, я посмотрела, «Терпо сезон», мозги сломались, сегодня на последней серии я просто, как, как так вышло? Но второе еще не начинала, но я обязательно посмотрю. Знаешь, а вот я посмотрела оба сезона, ну, как это часто бывает, конечно, первый – это просто топ, второй тоже интересно, то есть я не могу сказать, что как-то история… Вот мне кто-то сказал, что второй вообще… Нет, а кто-то сказал, что «Никого не слушай, смотри», так что… Нет, «Никого не слушай, смотри», потому что вышел третий сейчас уже, и он есть на Нетфликсе, но я еще не начинала смотреть, мне просто мои друзья рассказали, что раз в неделю вот выходит по серии, и, собственно говоря, можно что-то такое… Ну, там Энтони Хопкинс уже хорошо, мне страшно нравится, ты читала, наверное, этот прикол про Энтони Хопкинса, как он сам рассказывал, не знаю, может, это байка, что он заходит в лифт, и, ну, короче, как-то спиной стоит к людям, которые зашли за ним, и стоит мама с мальчиком, и видит его только со спины, и мальчик говорит что-то типа, «Мы в этом лифте, как в клетке ганнибала-лектора», и ты тут к ним поворачиваешься, и обожаю эту историю. Да-да-да, я это видела, это даже, по-моему, как-то в мем там закольцовали, видела этот прикол. Слушай, а вот что касается фильма… А, подожди, подожди, еще стрелок вас снял, почему женщину убивают, это прелестно. Просто… Так, это надо записать, слушай. Это надо записать, Алиса. Это такой, юмор. Слушай, ты знаешь, что теперь, вот тоже эта фишка, которую я в самом начале сказала, для меня вчера это был какой-то сюрприз-инфаркт вообще. Оказывается, онлайн, который мы сейчас ведем, ну, всегда, когда он заканчивается, там же можно, ну, там, либо оставить на 24 часа, либо, короче, там просто удалить, да, и все. А тут вчера предыдущий онлайн загружается сам по себе в IGTV. Ты об этом что-нибудь говоришь? А ты вначале про это рассказывала, да, пока я пыталась? Ну, да, но для меня это было открытие, то есть это какая-то, видимо, новая опция. Я не сперва. Не, ну, Вероника, там как бы недавно в Инстаграме же была фишка, что, типа, в IGTV ты не можешь загрузить ролик, который больше 10 минут. Ну, то есть, типа, вот эта вот одна минутка в общее видео, да, либо в IGTV. Так, ну, онлайн идет там 59 минут, грубо говоря, и представляешь, он полностью туда сохраняется. У меня был такой шок. Теперь я просто... Ну, это классно. Да, я подумала, как здорово, потому что всю эту историю всегда можно сохранять, и уже даже в самом начале, еще на заре вот этих вот первых онлайнов, которые я проводила с друзьями, дали совет, и говорят, слушай, Алиса, ну, ты там потом собери и скомпонуй такой фильм, короче, из самых инважных моментов таких. Ну, да, видимо, проектную историю придется продолжить таким сумасшедшим бэкстейджем. А вы, кстати говоря, в твоих проектах вот ты уделяешь внимание, ну, ржачным всяким вот этим вот моментам, типа, ну, закулисья там. Да, конечно. Ты любишь эту тему? Я люблю. Ну, это надо вкусно очень делать, потому что, как бы, что-то смешно какой-то определенной группе людей, которые в теме, то есть надо понять, что будет, как бы, понятно всем, допустим, какие-то приколы, что-то ты для себя оставляешь и так далее. То есть такое. Ну, просто как бы имея, как сказать, семьям, как мы уже выяснили, такого как бы оператора профессионального, вот, мне очень интересно, как он, допустим, это делает? Он прислал мне хохму, знаешь, вот такие с маской в Инстаграме, зайчики, еще что-то, которые на тебя одеваются, когда ты... Да-да-да. ...казал этой бабушке нашей и сохранил, как она с маской зайчика передает мне привет, и, в общем, присылает... Подождите, не все. Помню, когда вот мы делали этот ролик, где завлекали всех на марафон, приглашали, там начинается ролик с того, что в каждом своем языке оздоровается. халлоу, ни хао, коньячева и так далее, и в конце такая бабушка с зайчиком, просто вероничка. Слушай, ну у него чувство юмора нормальное такое, там бабуля, видимо, хайпанула. Нет, ты знаешь, сейчас на самом деле столько приколов, вот я никогда не пользуюсь этими вот масками, я просто считаю, что это, ну это как бы глупость, я думаю, ну это же на самом деле должно быть вкусно. Это не выглядит, а в мясо живое. Ну да, просто странные вещи какие-то творятся. Слушай, а еще вот такая тема, которая может тоже тебе оказаться близка, может быть, ты уже вообще этим занимаешься, потому что вот я чувствую, что многое упустила, так сказать, из твоей профессиональной жизни, очень жаль, но я сейчас наверстаю быстро. По поводу роликов, вот просветительских каких-то, где, ну которые можно посмотреть, потом может быть на ютюбе или где-то еще, где вот, ну ты как, арфистка, да, вот можешь рассказывать что-то там в преподавательской сфере или, может быть, какие-то редкие произведения, которые можно, так сказать, разобрать на запчасти, может быть, особо сложные, вот что-то такое. Ну, я точно не знаю. Кстати, у вас как с этим? Потому что вот у пианистов полная катастрофа, то есть ничего не существует, а то, что существует, ну такое, а как у вас? Ну, я, конечно, такие не стану делать, я бы посмотрела, потому что я не настолько великолепна, может быть, какая-то хитрая, надо же. Но есть, бывают разборы по произведениям, вот на этом журнале «Харп Колумн», бывают какие-то отдельные статьи по произведениям, бывает работа, я очень люблю, не знаю, это выкладывали или нет, вот по «Борочке», то, что мы меньше всего знаем, трели сверху, снизу, вдоль и не вдоль, в этой стране так, в другой так, во Франции в этом году играли вот так, а в Германии по-другому, и вот это все, когда начинают рассказывать, это, конечно, очень нужно, но опять-таки, там такое бездонное царство, что целый, надо посвятить, наверное, огромный абонемент. Рассказывать по приемам есть такое, тоже есть. Смотри, а вот кто это делает, то есть какие-то зарубежные, ну, мэтры или молодежь? Да, на которых, нет, конечно, это мэтры уже делают. В принципе, любой, так сказать, профессор, имеющий вес, разбирается в этих вещах, но есть просто, ну, ты знаешь, что люди, играющие в «Борочную музыку», это отдельная история. Совершенно Кастро есть, я была на мастер-классе и брала потом курс отдельный у Мары Галаси, она в Милане подает и живет. Конечно, мозги вскипали. Чем она играет? На трехрядной арфе, не на педальной, вот как мы играем, а на «Борочной» именно арфе, то есть там все аутентично, все серьезно. Ну, инструменты, опять-таки, новые, но делаются по чертежам того, как это должно было быть. Но это связано с тем, что на арфе всех романтизмов мы нажимаем ногами, и из-за этого что-то сделать невозможно, что-то очень гудит, что-то, в общем, свои сложности именно с «Борочной музыкой» у нас есть. То есть у нас есть, конечно, произведения, которые мы играем, «Борочные», но чисто арфовых только «Генделя» концертов. Так мы играем либо людневые, либо фортепианы, там, клавесиновые, либо, когда писали, играйте на чем хотите из этой серии. Поэтому вот то, что играют на «Борочной» арфе, там нет педалей, и у них абсолютная свобода вот именно в этой смене тональности, в модуляциях, в этом плане это гораздо более природнее. А какая сейчас вообще школа вот мировая, ну вот является лидером, или несколько? Какие вот именно? Несколько, я бы сказала, несколько школ, французская и русская школа считаются очень хорошими. Пожалуй, да. А так, кстати, ну так было, ну практически, ну не то, что практически всегда, это в принципе обычно такая традиционная история, или что-то меняется вот с течением времени? Ну, у французов она, в принципе, аутентична, у них было столько великолепных, и методики сохранились по сей день, а в Россию это завезли, конечно, из Германии завезли, и Кордон француз в свое время посещал, и Чехи были, то есть, ну, в итоге выработалась какая-то своя ветвь, тоже отдельная, которая сейчас сильно отличается от всех остальных. там Эрдели была такая известная арфистка, которая проложила дорогу арфовому искусству. Ну, я считаю, что это у нас для отдельного, короче, будет эфира, потому что история. Слушай, Вероника, а вот сейчас вот это вот время просто любопытно, ну вот, ты говоришь, после вот этого вот флешмоба, который выустроили, сколько там у вас было людей, страшное количество, поступили ли какие-то запросы насчет мастер-класса? Все-таки, ну, я так понимаю, что о каждом участнике, там, ну, о тебе в частности было написано, да, вот, ну, хуй. У нас и так состоялись, можно сказать, плановые, к нам должна была приехать арфистка из Испании, Сарайда, Авила, причем она училась у Дуловой в московской консервиации еще, и должна была приехать наша ровесница, Джулия, Кристина Лукан и завтра вот они вдвоем должны приехать на фестиваль, давать мастер-класс, мы в итоге организовали просто как видео-уроки, уже как больше частные, конечно, не так, что все слушают, потому что это связано с связью и так далее, но этот момент тоже состоялся. Это здорово, потому что, знаешь, я тоже поняла, что многие могут сейчас даже с незнакомыми людьми, ну, потому что, а что делать, да, вот музыканты? Да, сейчас очень многие даже, кто не столько времени, ну, как ты вначале сказала, не столько времени уделял преподаванию, там, частным урокам и так далее, все на это переключились, потому что, что остается, играть в телефон и давать уроки. Очень вкусная нота, что-то мне не хочется заканчивать, подожди, нужно что-то жизнеутверждать. Хорошо играть в телефон. Хорошо играть, да, ты молодец, на самом деле, слушайте, можно играть в телефон, можно вообще, можно никуда не играть, можно играть в тенку своим соседям. Кстати, сейчас вот делают очень классные еще беседы, вот Саша Балдычок запустил тоже проект классный, вот как мы с тобой беседуем, только там одни арфисты, он приглашает, у него первая была Изабель Парант, сейчас Яна Бушкова, тоже очень классный проект, и другая моя хорошая подруга, Элизабет Планк, она скоро запускает тоже вот такой, она арфистка, у нее идея, что мы еще будем играть в произведения первые друг друга, такой будет рейтмотив этого всего действия, вот я у нее буду в мае принимать участие. В общем, вот такие разговоры тоже сейчас приобретают популярность, но это хорошо. Нет, на самом деле, это как модерн, это в лофте, я только рада как бы приоткрыть этот занавес тайны каждого из музыкантов, но понимаешь, все такие, хотят пообщаться, хотят пообщаться, лофтовое время очень ограничено, всегда раз, и все заводится. Открываешь лед, и все звезды, вот они. Ириника, а вот такое нововведение, как онлайн-бар, тебе удалось уже посетить? Онлайн-бар? Да. А что там происходит? Это интересно. Это как приложение зумовские, тоже окна, каждый со своим дома на диване, у кого что, кто, я, кто, аж у нас. У нас приложение у меня работает давно, называется WhatsApp. Вот это хорошее нововведение, завершение. У нас 17 секунд, я тебе очень благодарна за разговор, мы уже, нас сейчас выбрасывают в Инстаграм. Да, Алиса, спасибо тебе, рада была. Спасибо тебе большое, я тоже очень рада. Ребята, завтра опять у нас на ноль, всем пока, всем спасибо, все.